здравствуйте друзья прошли выборы и администрация собирается ограничительные меры некоторые предпринять в отношении беженцев беженского канала иммиграции и на эту тему тут пишут и говорят и до выборов говорили и сегодня вот пишут и вчера там они митинговали позавчера митинговали начальники пытаясь сформулировать там что они хотят поэтому я думаю мы должны немножко поговорить про беженство или другими словами это называется политическое убежище и разница между политическим убежищем и беженством состоит не в том как принимается решение а в том находится ли человек в сша если он находится в сша и обращается за политическим убежищем вот мы говорим что это он просит политического убежища если он просит политического убежища находясь в другой стране то мы говорим что он обращается за статусом беженца но не то что мы с вами говорим система так язык такой вот а таксад дальше все это одно и то же то есть никакой разницы нет вообще то есть только физическое присутствие в стране так вот в 70 в 2017 году 2017 году в страну впустили 110 тысяч беженцев соединенные штаты приняли 110 тысяч беженцев это не люди которые просили политического убежища это люди которые находились за границей за границей они как правило находятся в лагерях беженцев в лагерях для перемещенных лиц в эти лагеря они попадают потому что уходят ну как правило это бывает либо война либо какой-то геноцид специфически направленный на какую-то группу людей они должны уйти просто чтобы выжить и их много по всему миру и как бы западные страны есть вообще есть соглашение оон по этому вопросу и западные страны тоже как-то активно так сказать участвуют в желании участвовать есть некий отголосок того что было во время второй мировой войны когда вот не было вот такого как сейчас с политическим убежищем с беженством и люди погибали то что просто странно их не принимали вот буквально вчера что ли позавчера премьер-министр канады вот он как-то извинялся за то что вот как раз вот тогда отвернули от канадских берегов корабль с 9 устами немецкими евреями не впустили в страну это отдельная история не хочу там сейчас на эту тему говорить но история в том что как бы европейцы ощущали на себе вот некоторую вину такую за то что они не проявили достаточно как сказать добрые воли чтобы спасти людей от смерти там и так далее и вот это все встроено в политику современных европейских государств и собственно в американскую тоже независимо от республиканской стих или там демократичность того или иного правительства или там конгрессы и так далее то есть это это давно 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 существует и в семнадцатом году это было 110 тысяч потом ограничили соединенные штаты сказали но это что-то многовато будет и администрация трампа конкретно под соединенными штатами мы так понимать администрация трампа сократила до 45 тысяч и в 2018 году и они хотят сократить до 30 тысяч еще не написали не подписали то есть мы ждем вроде бы завтра должно что-то такое быть они хотят ограничить 30 тысячами и это речь идет еще раз о тех людях которые находятся за границей в лагерях беженцев эти лагеря есть и в сирии и они есть в турции и есть какие-то лагеря такие знаете куда их по всему миру разбрасывают там может оказаться в аргентине где-нибудь и так далее и они там проходят процесс значит получения вот этого статуса политического беженства и я могу сказать что вот мы когда-то там 28 лет скоро будет через пару недель 28 лет назад я проходил вот так интервью ну со светланой си с ребенком мы проходили интервью на получение статуса политического беженства статуса беженства есть статуса беженства в москве тогда проходили что выехать из ссср было нельзя в то время прямо там принимали ну ладно это же отдельная история так вот это люди из других стран это никак не связано с двумя другими каналами которые тоже как бы на них пытаются наехать но мы сейчас вот о них тоже поговорим и так еще раз первое это статус беженца его дают людям которые находятся за пределами соединенных штатах они они обращаются там по специальной процедуре им дают этот статус и они с ним визжают страну второй процесс это когда люди обращаются на политическое убежище обращаются на границе соединенных штатов вот он прилетел в нью-йорк или там допустим а пришел на мексиканскую границу никакой разницы друзья никакой разницы между тем что вы долетели до нью-йорка и обратились там или пришли на мексиканскую границу и обратились на мексиканской границы нету то есть может быть какие-то процессуальные там тонкости где-то там или что может быть содержат лучше тут или там но в принципе вы прилетаете в тот порт в аэропорт который вы прилетели и там говорите я хочу политическое убежище и будет тоже самое принципе что на мексиканской границе теперь и они должны определенным образом с вами работать и тут есть конечно очень большое пространство для злоупотребления вот человек там живет день ну не знаю пусть будет гондурас или мексика и он приходит на границу и он говорит вот я хочу попросить политического убежища его помещают там в некоторое так сказать пространство и интервьюируют но их там много и они накапливаются им говорят ну хорошо в общем вот тебе браслет на ногу двигай в страну там в общем живи пока мы потом тебя найдем как чего и получается такая история что люди годами находятся в соединенных штатах и пока там этот процесс ни шатка ни валка идет он идет не быстро там можно апеллировать там еще по судам и так далее вот и там можно и по 8 и по 9 лет и по 10 лет люди находятся в стране во первых они могут как-то еще легализоваться я не знаю там через брак на вот но в конце концов ну так они самое у них там и дети родились вот они там уже граждане сша порождение и пошло и поехала в какой-то целый мир так это второй канал то есть попросили политического убежища на границе третий канал и вот этот кстати именно этот канал очень сильно достает как бы поборников так сказать чистоты разных разных уровней чистоты и нации и закона соблюдения законов там и так далее третий канал это обычно то как вот наши соотечественники попадают соединенные штаты с политическим убежищем приезжают люди по туристической визе ну или по какой еще визе я не знаю там что у него за виза в общем он оказался на территории страны на самом деле он мог нелегально проникнуть да кстати да без всякой визы он мог просто через границу жахнуть тоже мексиканскую например или канадскую и оказаться в соединенных штатах после чего он ну или сам или обычно к адвокату обращаются когда деньги вот обращается к адвокату адвокат ему оформляет значит некий кейс такой дело по предоставлению политического убежища и дальше это все идет сначала там на рассмотрение к офицеру иммиграционному и тут вот последнее время они там не знаю по три по четыре по пять лет ждут пока к офицеру попадет цель а ему через полгода уже можно обратиться за разрешением на работу и вот он тут же пять лет работает уже там я не знаю чего а все там еще офицеры не видал вот и да и дальше опять можно тоже можно продлевать можно смысле не продлевать можно апеллировать если что длительный такой процесс достаточно его пытаются ускорить этот процесс на что там не очень получается и так далее то есть действительно вот такие как бы дырочки возникают для проникновения и вот этот третий канал он достаточно мощный достаточно мощный но представьте себе что вот я буквально на той неделе я прочитал что в этом году по 50 тысяч человек в месяц 50 тысяч человек в месяц обращаются за политическим убежищем на мексиканский границ мы не говорим про нью-йорк туда мы там тоже есть такое там прилетел там обратился нет вот они пришли у него и визы не было ничего не было там пришел до в нью-йорк чтобы прилететь виза нужно а тут не надо ничего просто пришел попросил 50 тысяч человек в месяц плюс те люди которые просто значит приходят на территорию сша без всякой визы минуя все эти посты и так далее это я подозреваю что их не никак не меньше чем тех кто обращается за политическим убежищем может быть их гораздо больше тех кто просто так проходит вот как бы такие такие масштаб так вот те меры которые администрация пытается принять вот ну вот 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 на днях до состоят в том чтобы во первых ограничить сократить количество беженцев которые принимаются из других стран значит вместо 45 5000 брать 30 надо сказать что беженцев которых они берут из других стран их можно там как проверять там сканировать смотреть чтобы они но откуда они взялись то есть с точки зрения безопасности как бы это самая безобидная категория потому что с ними можно разобраться понять откуда что чего никто не торопит вот если есть сомнения можно другого взять там когда у тебя есть квота на 45 тысяч тебе не сказано что ты берешь вот этого или вот этого бери кого хочешь с одной стороны значит но тем не менее они хотят не знаю чего там эти 15000 какую они погоду делают ну допустим это конечно льет воду на не не воду это льет бальзам на сердце а исламофобов потому что львиная доля именно этих людей это люди из мусульманских стран конечно это сирия это афганистан это сомали вот вот оттуда следующая мера которую они хотели значит там употребить это запретить тем кто проник на территорию страны обращаться за политическим убежищем вот если ты нелегально пришел в страну ты не можешь обращаться за политическим убежием ты должен был обратиться вот там где ты въехал в нее это конечно должно бальзамом пролиться на тех кто не любит латинос и и как бы там есть свой контингент но тут есть тонкость одна тонкость состоит в том что у нас есть закон в соединенных штатах который называется закон по иммиграции натурализации есть такой есть такой закон и там расписано что написано в законе что человек может обратиться за политическим убежищем в тот момент тот человек который находится в стране неважно как он там нам оказался но он может обратиться за политическим убежищем если у него есть опасения что возвращение собственную страну чревато неприятными последствиями в силу того что он принадлежит к определенной религии расе политическое мнение у него какое-то есть или там какая-то группа и так далее социально поэтому закон говорит о том что это неважно как он попал в страну и даже я не знаю но вот казалось бы было два года когда просто проголосовали бы и все правда казалось бы большинство в обеих палатах там проголосовал изменил закон вот но так они не сделали а то что они сейчас пытаются сделать ну не непонятно непонятно что из этого получится но еще раз эти 50 тысяч которые каждый месяц обращаются официально это уже очень большое количество все официально все легально вот хотя тот караван который идет там с людьми из гондураса и сальвадора который вот так на него много навешали на этот караван он как раз идет для того чтобы попросить политического убежища он не идет для того чтобы там как-то проникнуть нелегально на территорию страны в качестве меры по ограничению вот этого процесса они хотят еще как бы разговор такой идет мы не знаем не опубликовано но как бы такой счетчик поставить и сказать в день пропускаем столько-то человек то есть создать как бы очередь на вход и тем самым снизить поток то есть первое мы говорим кто нелегально пришел мы их отсортировать а те кто легально пошел мы их ставим в такую очередь и тем самым мы как бы так вот регулируем сколько их вообще может проникнуть страну там ну за какой период бремя проблема в том что установление очереди особенно если очередь будет большой то есть грубо говоря чем чем сильнее ты ограничиваешь доступ до тем больше будет эта очередь чем больше будет эта очередь тем больше мотивация у людей не становиться будет очередь а проникнуть а проникнуть на территорию помимо процесса да то есть нелегально так о друзья мы с вами наконец-то встретились и никакой определенности тут нет значит то есть никто не знает как пойдет чего она пойдет и собственно что там происходит в общем такая вот такая вот фигня посмотрим правильно значит я просто к чему рассказываю потому что говорят там что со статусом беженца там еще что-то какие-то новые инициативы администрации и меня завалили за последние там несколько дней всякими вопросами по поводу вот этого значит поэтому я и начал этот разговор чтобы сказать вот то ограничение которое собирается быть на количество беженцев не относятся не ник никому из нас вот никак потому что это люди которые находятся там в лагерях где-нибудь в сирии в турции там еще где-то и вот вот это к ним значит те люди которые просят политическую убежище оказавшись в стране если они оказались нелегально то есть он прилетел на самолете там не знаю из москвы и прошел на территорию соединенных штатов и там обратился к этим людям не относятся никак значит относится может быть к тем кто нелегально границу перешел но но опять это это не наша аудитория не наш зритель поэтому я так вот и говорю что в отношении нашего зрителя пока никаких тяжелых таких артиллерий не запустили счастливо